выезжаем на рыбалку плюс 27 16 18 посмотрим что будет когда приедем бонжур дамы и господа я рад вас приветствовать лучшие рыбаки дальних и ближних зарубежьев канал рыболовные приключения мы снова в деле ребят и так вот такая река поворотик здесь еще какой-то изгибчик сегодня мы проведем ближайших сколько часов 15 на этой реке цель наша сегодня не лещ не подлещик не плотва не густера заинтриговал друзья тогда рассказываю сегодня мы будем пытаться поймать сама но пытаться это слабо сказано мы едем то мы его ловим пускай не всегда ловим просмотрел сегодня на ю тубе 150 миллионов роликов как ловить сама из них наверно один процент только где его реально поймали а дальше такие разговоры у и ах но мы старались не знаю что то не подсказывает что может и у меня такое быть ну по крайней мере чуть что потом это вырежу и скажу что мы сто процентов знали что мы его с поймаем ни разу тут не ловил если тут сом нету но в этой реке то понятно он есть я имею ввиду про это место фиг его знает угадал я не угадал был я здесь один раз года полтора назад кидал эхолот глубина где-то 3 метра но я не думаю что сейчас сом где-то в ямах сидит будем ловить до заката и после заката еще час и час перед рассветом так как у нас запрет нельзя ловить ночью ладно тем интереснее рыбалочка как я всегда говорю значится у нас определенные рамки как в футболе два тайма по 45 минут только у нас будет два тайма по часу так как сом начинает клевать перед закатом и как раз где-то до часиков двух ночи но у нас время до двух ночи нифига себе шершень чуть не сожрал не будет у нас будет после заката всего лишь час за это время нам надо успеть сама споймать если не споймаем тогда час перед рассветом у нас будет тоже нет значится быстренько переоборудованием фидеры вешаем кормухи ловим 150 лещей и видео будет называться ловля леща как-то так все рассказал все показал сейчас я эхолотиком правда я далеко не кину там этот датчик легкий метров 30 от берега ну короче до середины реки я постараюсь побросать пройдусь вот здесь кину здесь 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 если найду какую-нибудь ямку будем на выходе якорица и там будем ловить по насадке есть у меня три личинки майского жука есть пару червей но основной упор будет идти на куриную печень на нее когда я первый раз жизни поехал в том году на ловлю сама кстати у меня тоже будет на четвертая рыбалка или третья я поймал 4 тогда по-моему сомика таких по пол килограмма и одно что-то хорошее ушло после этого я еще два раза ездил потерпел полная фиаско но все из-за того что не знаю мест есть видео где люди всю жизнь ловят сама они приходят на эти места и реально их ловят также и здесь надо знать места приезжать реально ловить ну так как мест я не знаю а половить хочется выбор у меня невелик и так эхолотик датчик я побросаем как мы тут все выясним где тут он живет на этом месте летом народу да ну нахрен клипса и улетела мы это блин ё-моё а куда течение ташхана эхолота будет ребята погнал я его вылавливать это капец друзья рыбалка начинается с того что я пытаюсь выловить выдачек под эхолота чего не придумал лучше как датчик стоит 30 долларов терять его не хочется тут главное все проблема не в деньгах а в том что если я закажу новый датчик придет он через месяца два а у меня сейчас большие планы по открытию лодочного сезона да скоро открытие лодочного сезона через десять дней у меня куча мест где я хочу эхолотом пробить что да как какой рельеф если я окажусь без эхолота и придет он в июле это будет очень и очень некрасиво блин а ну давай давай родине время идет нам еще сама ловить обещаю тебя помыть а он запутался а что это такое блин шнур запутался да нет вроде вроде нормально ты шмартуются к берегу ничего если надо будет я нырнул так что не переживай если ты его сейчас так выгонишь то у меня осталось тут буквально метра 3 а он конкретно плывет есть канал рыболовные приключения мы не знаем трудностей работаем друзья немножко конечно я очканул что мы остались без охолота место новое на не знаю сейчас грузиком буду здесь мерить у меня уйдет ну часа четыре уже стемнеет надо будет спать ложится так что попытка номер два работаем блин старой клипсы наклипсовался когда ловил и пицца не поднимал так как махнулся дернул я не знаю оторвался как-то же шнур подгулявший надо менять ну потому что вьется ну да ладно что мы имеем на сегодняшний день на сегодняшний день мы имеем глубину пять с половиной метров 5 и 4 5 и 5 ровное дно 5 и 5 5 и 4 подтягиваем потиху главное быстро не тянуть потому что датчик покажет там допустим подъем вы уже метра три оттянули короче датчик запаздывает немного здесь можно выставлять скорость поэтому подтянули постояла у 49 показывает рыбку постояла устаканилась подтянули на метр подождали хоп 34 видим такой вот бугорочек был некоторые резко тянут и смотрят и вот ямка все клипсуемся на самом деле они уже протянули его метра четыре от ямки думаю что она здесь но я после всегда эхолота вешаю маркерный грузик не кидаю им проверяю действительно ли там какая-то бровочка или мне показалось 36 показывает рыбку что-то я блин так говорил забыл на глубине там у нас рыбка сегодня находится и плавает 23 подъем 2 и 2 примерная картина понятно что русло глубина основная проходит вдоль того берега то бишь до середины кидаешь там будет метра четыре куда дальше глубже там и вот деревья кита вижу воде это то что доктор прописал до ловли сама так что наша цель надо будет кидать как можно дальше к тому берегу ну не как можно дальше там сейчас маркерным грузиком проверимся еще выйдем если там идет конкретная бровка и подъем мы выйдем с этой бровки один фидер кинем само русло 2 на выходе посмотрим сом может как по руслу идти искать еду какие выйти с русла по поверхности где-то шарится и если будут поклевки допустим в русле значит второй фидер кинем тоже в русло если будет на выходе с русла значит будем ловить второй тоже ну понятно на выходе ну что похожи еще покидаю посмотрю что здесь происходит и будем оснащать фидеры пусть стоят уже полном боеготовности и в часиков 8 вечера мы начнем их забрасывать надевать печенку майских личинок жуков с нему покажу ребята надел червяк два опарыша пока еще время у нас позволяет часов половить на обычный фидер и поклевки представляете короче у меня остался вид рекору последний рыбалки он уже практичь вонючий я так закинул думаю пусть постоит мало ли что вдруг какой-нибудь залетная будет 20 секунд труды дырдын труды дырды дырды вот кому скажешь вот едешь на фидер дала специально готовишься прикормка то все место заезжаешь нихера не клюет приехал протухший корм нету мотыля вообще опары штук от червяк какой-то там такой тоже про киши закидываешь поклевка ну вот как а те туры буду как ее ловить вытяну посмотрим может что-нибудь и подвисла окунек вот смотрите ребята вот такая рыба сейчас у нас на вечер обещали дождь гроза не знаю как это скажется на клеве но возможно что-нибудь и повезет собираем показаки дужки наши чтобы были на готове и где-то через часик закидываем уже на сама вот эти наши поводки снимаем и целенаправленно ловим сама но пока что времени терять посмотрим а вот какой-нибудь и трофей с дуру влетит смотрим друзья мистика была прокисшая прикормка на нее дуба сила только давайте окушки там сделал я новую свежую прикормочку насыпала парыша закинул все стоит мертвым грузом охереть оказывается надо прокисший прикормку вонючую такую кислую тогда рыба подходит без нее никак ну да ладно готовим мы уже нашу насадочку вот наша печеночка сейчас будем ее или в чулок насаживать или веревками вязать ну что-то придумаем и будем забрасывать короче по месту кидаем за середину там вдоль того берега идет русло глубина 7-6 метров потом выход сразу на 5 на 4 на 3 на 2 и так берегу чуть дальше за середину там глубина у нас 6 метров вроде бы такая есть на подъеме небольшая ракушка ну попробуем пока там возможно он будет выходить где-то на ракушке там питаться потому что так все одно сплошной ил туда чем глубже тем больше ила сюда чем ближе тем меньше ила но здесь метров десять от берега сразу же идут кувшинки они сейчас еще пока под водой но уже виднеется их там очень и очень много место прикольное где основное русло течения идет туда а с этого берега вот плывет обратно сюда ну если будет все хорошо сегодня правда ночью обещали дождь там сзади нас тучи сгущаются готовим печеночку еще пол часика посижу половлю на федерок классический inline народ тоже подтягивается там машина приехала смотрю тоже пробивают и он там за нами тоже там есть яма вообще 10 метров глубина то туда только что тоже поехала машина явно что вот так 8 вечера они туда поехали не уклейку ловить так друзья вот такая вот печенка вот так у меня получается здесь внутри крюк вот торчит взял я резиночкой связал чтобы она не слетала ну и такой вот небольшой кусочек за итак друзья время у нас 20 18 стоит вот такая вот таки духа и фидер 390 закинул я на соваду посмотрим если сегодня что-то возьмет сломается он не сломается все-таки это как бы лещевое удилище такое 90 плюс вес кормушки но и длина 390 посмотрим что из этого выйдет я думаю если до килограммов трех то все будет окей но если вдруг откуда не возьмись появится что-то такое килограмм 10 она моему наверно кивер типу будет смотрим еще одна у меня новость смутная терзает вернее новости а предстоящие что здесь и кувшинки метров десять вперед если возьмет хороший сом так хороший килограмм пять и зайдет в эти кувшинки это будет вообще жопа но будем надеяться что все у нас будет хорошо а что это там такое плывет то что за лось какой-то плывет или что это интересно были нету зума что по реке такое непонятно точно наверно лось вышишь это рога наверно может бобер какой тянет ветку друзья интересно посредине вон там что-то плывет не знаю жалко нету зума сейчас вы приблизили посмотрели это прикол речка полный штиль красота вот так вот приезжаешь на фидер ветрище думаешь блин лучше знакома сама закинул бы пускай бы стояла как приезжаешь на сама поклевки вот половил сколько минут 40 а кушки дербанят только давай ну супер такое оно уже пахнет такими-то дождями сейчас бахнет ну а там что-то такое не знаю может боберку палку в зубы взял и тарабанит на другой берег там с той стороны конечно завалы интересная моряка много вдоль берега ходит но странно хищник его не гоняет какая-то подозрительная тишина здесь на этом месте странные если где-то ближе к городу то там это джерих лупит щука гоняет здесь же ну реально как будто какая-то не река а болото все стоит мертво ладно если будет клювать включусь ну что время полдесятого пока что тишина уже час ловим по разу перезабросили все на месте никаких подергунчиков ничего что-то становится немножко грустновато ну хотя час у нас еще есть по закону так что возможно все только начинается ну вот начал накрапывать дождик посмотрим поможет это или нет ну что друзья пытаемся мы еще что-то поймать осталось у нас времени 25 минут потом придется фидеры достать из воды и уже закинуть час перед рассветом чтем уголовный кодекс странно не было никаких выходов никаких подергунчиков знаю я читал форумы что на спиннинг парень недавно спиннинг где-то около девяти вечера думал я что и к нам в это время что-нибудь придет увы и ах две закидухи ни одной поклевки посмотрим 25 минут еще есть может как раз что-нибудь и проклюнется ну а если нет все надежды на рассвет и так друзья вчера в пять вечера ехал показывал вам температуру плюс 27 солнышко все в майках красота была погода утро следующего дня плюс один друзья плюс один у нас на улице валит дождь мокрый снег 7 утра вот 7 05 плюс один за бортом ну как вам перепады температуры плюс 27 до плюс один 26 градусов за ночь изменилось ну какая тут может быть рыба какой тут может клев вот так вот и живем быстро ну 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 Продолжение следует...